Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы поговорим о мелочах, которые скрашивают нашу жизнь, вернее, нашу работу на кухне. Профессиональные повара считают, что кроме хороших ножей и разделочной доски ничего не нужно. Но мы же не профессиональные повара, которые молниеносно нарезают овощи, нарубают чеснок. Нам нужны эти приспособления, чтобы облегчить нашу работу. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот спрей, я даже не знаю, как называть, посудку для растительного масла. Вот здесь отвенчивается, можно туда налить растительное масло, и мы тогда брызгаем на сковородку или на салат, и выбрызгиваем небольшое количество. Эта вещь оказалась очень полезной, пользоваться ей удобно. И таким образом я не наливаю лишнего жира на сковородку и не наливаю чересчур много масла в салат. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такую вещь, которую мне недавно подарили, я не покупала сама. Это зонтичек такой, сейчас я его открою, подождите, открою. Он открывается, и можно положить его на приготовленное блюдо с едой. Так вот, и таким образом предохраняет еду от комаров, от мух, от ос, просто от пыли, потому что хорошо, если мы едим дома. А если мы едим где-то на пикнике, на свежем воздухе, или в саду, или на балконе, то тут же слетаются любители полакомиться. И легко закрывается обратно, и не занимает никакого места на кухне. Следующая вещь, которую я купила в поисках идеальной доски для разделки. У меня досок штук 5 или 6, если не больше, и в каждой есть свой недостаток. Я все ищу идеальную доску, чтобы разрезать на ней, и чтобы на ней, например, раскатывать тесто. У меня есть деревянная, довольно большая доска для раскатывания теста, очень гладкая, очень хорошая, лучше я пока ничего не нашла. И тут в Икее я увидела такой набор, вот, даже не буду разворачивать, из силикона сделанный тонкий коврик, именно для разделки теста. И к нему был приложен даже ножик, чтобы это тесто разрезать. Ножик не принесла, и показывать не собираюсь, потому что это оказалось жуткой дрянью. Почему? Ну вот я купила, и где-то воспользоваться я решила через месяц. Открываю я его, открываю это не то слово, я его еле открыла, он весь слипся. Хорошо, мало ли слипся. Я после этого попыталась эту липкость отмыть. Он так и остался до конца, мне отмыть никаким средством не удалось. Коврик остался немного липким, я им пользоваться не могу. Вот сижу и думаю, что с ним делать, выкинуть сразу или какие-то еще сделать попытки его отмыть. Я даже воспользоваться им не могу, он липкий, просто неприятно держать в руках. Не выкинула просто потому, что жаба душит, выкинуть. Хорошая вещь. Ну, все мы знаем, что есть вот такой вот ножик для очистки кожуры. А я заказала в интернете вот такой вот. Он одевается на палец. Я специально взяла яблоко, чтобы его показать. Вот так вот. Вот мне здесь неудобно, просто я сижу около аппарата, очень неудобно села. Прекрасно, очень удобно, я должна сказать. Мне даже кажется, это удобнее, чем вот этим обычным ножом. Вот одел на правую руку точно так же. Я могу и правой, и левой я умею. Но левой мне удобнее. Все делаю правой, а вот резать мне надо левой. В общем, короче говоря, очень-очень удобно очищать. Я вам должна сказать, но ничем неудобнее, а в иных случаях даже и удобнее вот этим вот. Заплатила, может быть, два, может быть, три шекеля. Ну, в общем, ерунду какую-то. Меньше доллара это стоило. Тоже в интернете. Заказала попробовать. За такие деньги можно пробовать. Эта вещь мне понравилась. Я уже несколько раз ей пользовалась. Иногда беру вот так вот. Приятно. Она остренькая, очень хорошая. Следующая вещь, которую я тоже заказала в интернете, это вот такие формочки разноцветные. Они у нас стоят дороже, а в интернете намного дешевле. Силиконовые. Чем я люблю силиконовые? Силиконовые формы, в принципе, мне нравятся, потому что к ним ничего не липнет. И даже не надо, особенно первый раз надо смазывать, потом не надо смазывать. Ну, вот в этих вот формочках я выпекла творожную запеканку. Вместо того, чтобы делать в одной большой форме, я решила сделать такие маффины, такие, как кексики творожные. Кексики получились хорошо и вышли прекрасно отсюда. Но потом отмывать это все, я вам скажу, все-таки это работа. Может быть, если бы они были гладкие, было бы проще. Ну, просто, ну, зачем мне это нужно, сидеть и отмывать все эти маленькие формочки, когда можно сделать все в одной форме. И я поняла, что что-то мне пока не хочется ими. Вот один раз сделала, и пока больше не хочется ими пользоваться. Ну, может быть, какие-то пирожные стоит в них сделать. Потому что мыть, конечно, их проще, чем, скажем, металлическую формочку. Но гораздо проще пользоваться вот такими. Ну, сейчас у меня очень маленькие, потому что мне нужны были маленькие. Продаются бумажные. Чем они хороши? Да просто выкинуть их потом, и все. Есть много их. Есть более большие, есть картонные. Картонные вообще еще удобнее. И разных размеров. И главное, что они одноразовые. Мыть не нужно. Следующая вещь, которую я хочу показать, это вот эти вот шарики. Вот таких я где-то второй валяется. Это для того, чтобы полотенца были пушистыми, во-первых. Одна причина. Значит, их надо кидать прямо в стирку, прямо с полотенцами. И полотенца якобы будут пушистые после этого. Ну, и, конечно, если большие загрязнения, пятна, вы хотите какую-то рабочую одежду отстирать, тогда тоже это можно применять. И второй набор – это вот эти четыре вот штучки. Конечно, полотенца пушистые – это приятно, потому что у нас в Израиле очень жесткая вода. И чтобы ее смягчить, мы добавляем смягчитель. И все равно полотенца как-то вот… Как-то вот они какие-то становятся жесткие со временем. И хочется их распушить. Попробовала я стирать с этими двумя – ноль эффекта. И пробовала я стирать вот с этими четырьмя – тоже ноль эффекта. Мне остался последний этап испытания. Я хочу кинуть все – и это, и это. И вот посмотрим, поможет это или нет. Следующее хочу, что я показать. Это тоже я соблазнилась, потому что была какая-то мефца и купила, то есть какая-то скидка большая, и я купила дешево. Это такая штучка для разрезания торта. Специально показываю в обложечке, чтобы вы знали, как это продается. И вот это такая, похоже на пилку. Вот это вот, это такая металлическая, как будто леска. Значит, вы просто берете вот эту ручку, вы берете и вот так вот торт разрезаете. Вот так вот. Сразу вам скажу, что бесполезная совершенно вещь. Я считаю, что взять острый нож, опустить его в горячую воду, и после этого разрезается лучше и удобнее, чем этой штукой. Неудобно оказалось. Чем да, она оказалась удобна. Вот я испекла корж и хочу его прорезать. Так вот, я беру, и вот так вот, с помощью вот этой, как пилкой можно пользоваться, этой штукой я прорезаю корж на два коржа. Вот для этого у меня это и лежит. А вот по назначению использовать мне не удалось. Мне не понравилось. Еще одна вещь неудачная. Вот эта вещь. Это я купила в Икеа. И, конечно, шла в то время агрессивная реклама по телевизору, и я оказалась жертвой рекламы. Значит, нажимая на это, туда кладется, закладывается луковица, пол луковицы. И надо вот так быстро-быстро нажимать, и таким образом и поворачивать, и луковица измельчается. Во-первых, схожу сразу. Очень тяжело. У меня начинает рука прямо. Надо большую силу. Хорошо. Надо большую силу. Для этого есть муж. Я дала мужу, дала ему нарубить луковицу. Нарубил. Мне не понравилось. Кусочки были какие-то жуткие, просто ошметки какие-то. Мелкие, но ошметки. Неприятно. В общем, тоже совершенно ненужная, по-моему, вещь. Прекрасно ножиком можно измельчить луковицу. Что это перед вами? А перед нами сушилка для зелени. В основном для салатов. Покупаю я салат. Иногда он идёт в коробках уже мытый, но я не доверяю никому и мою ещё раз. Иногда он даже без коробки. И тогда он хоть и мытый, а иногда даже видишь землю на салате. Смотря ты где купил, и смотря какой салат. Но любую, любую зелень, это может быть шпинат, это может быть щавель, это может быть что-то ещё, любые листики, я мою. После того, как я помыла их, я кладу их вот в эту форму, вот сюда, накрываю крышкой и кручу, быстро кручу. После этого я открываю, зелень вынимаю, и там остаётся вода. Воду остаётся только вылить. Зелень очень хорошо высушивается, потому что тут работает центробежная сила, и вода, вся, вся вода выходит из зелени. Она остаётся, ну, не полностью сухая, но почти сухая. Никаких крупных капель воды на ней нет. И очень хорошо потом делать салат из этой зелени, потому что салат нужно сделать из как можно более сухой зелени, чтобы он хорошо получился. Этим я пользуюсь. Она мне нравится. Пользуюсь я, конечно, когда мне нужно сделать большую порцию салата. Если мне нужно только для себя пару салатных листиков, то я их просто могу высушить с помощью салфеточки какой-нибудь, и мне это не нужно. Но если я, например, делаю для большого количества людей, то, конечно, это имеет смысл. Очень-очень хорошо и удобно. Если вы пользовались этими вещами, поделитесь со мной своим опытом, скажите, было вам удобно или было вам неудобно этим пользоваться. Если ещё у меня наберётся, что вам показать, конечно, покажу снова. До свидания.